всем привет сегодня хотел вам рассказать про наш замечательный проект по автоматическому дообучению моделей по оценке квартир давайте в первую очередь вам вкратце расскажу про содержание первое это у нас будет про нашу задачу про постановление задачи а второе будет наше мл-решение потом как мы выстроили весь pipeline по авто дообучению и соответственно наши результаты так ну давайте в первую очередь расскажу вообще про саму задачу как идея вообще у нас появилась когда мы продаем либо покупаем квартиру как наши действия ну что мы делаем мы сначала заходим на сайт крыши kz и далее мы смотрим кучу всего всяких разных объявлений по данному району и уже примерно интуитивно понимаем сколько стоит в среднем квадратура данной квартиры зависимости от ремонта от года постройки и так далее но это давно это довольно довольно таки очень муторный процесс в том плане то что надо нам надо просмотреть около 100 200 там 300 разных объявлений их может быть вообще очень куча и мы задаемся теперь соответственно логическим вопросом а не пора ли нам все это автоматизировать а это мы уже давно сделали так это называется у нас индекс крыши как вы уже скорее всего наблюдали это он у нас показывает среднюю цену квадратуры в данном районе но у этого данного решения были свои плюсы и минусы в том плане то что плюсы были в том то что он он отлично отражает общую тенденцию в данном районе как как она растет как она падает ну или вообще в городе но когда вы будете индивидуально оценивать свою квартиру она может у вас либо снизить цену либо повысить ну допустим как в этот раз так как она не рассматривает такие параметры как какой там ремонт какой там может быть там крутые из всякие параметры есть так ну и и у данного решения были была ошибка около 18 20 процентов что довольно таки мы думали нам надо улучшить его ну и соответственно теперь нам надо было его улучшить в том числе удовлетворяя бизнес требованиям первое бизнес требования у нас было создать новые новые фичу по оценке недвижимости второе это у нас было уменьшить нашу ошибку третье у нас было это увеличить лояльность наших уже существующих пользователей и 4 это у нас было так как мы сделали вообще такую супер крутую фичу и соответственно увеличить новый поток пользователей здесь нам на помощь пришло пришел старый добрый мл со своими крутыми алгоритмами а теперь я вам хотел бы рассказать про стек технологии первое это у нас питон с его знаменитые знаменитыми библиотеками такие как панда с нам по и сайт лорн и для обучения алгоритма мы использовали light gbm для выгрузки с баз данных мы использовали elastic search для построения дэйта пайплайна мы использовали apache airflow для деплоя на продакшне мы использовали bamboo а для менеджмента всех для менеджмента и хранения всех наших моделей мы использовали цех давайте вкратце вам расскажу про наши данные для того чтобы оценить вашу квартиру вам нужно всего лишь задать 7 параметров благодаря этим семи параметрам дальше мы сами генерирую генерируя новые фичи мы можем создать до создать около 110 разных параметров но из них используется у нас 40 которые у нас довольно таки очень хорошо описывают пора описывают данную квартиру ну и вообще разброс у нас довольно таки разные в зависимости от города чем больше город тем больше данных и тем больше данных для обучения вот это пример наших input данных здесь вы видите input джейсон здесь так первое это у нас квадратура комнатность сколько на какой улице находится longitude latitude это у нас широта долгота где она находится на карте дата постройки и вообще где она находится точный адрес мы сделали такое вот эмельное решение при помощи light gbm это у нас модель оценки квартиры он у нас он очень классный в том плане то что он основан на деревьях решений это такой алгоритм который выстраивает модель последовательно и обучается тоже последовательно ну и вообще плюсы этого алгоритма зависит в отличие от других то что он быстрый его можно параллелить но и еще он высокопроизводительный очень можно получить быстро довольно таки результат давайте расскажу как мы искали наши гипер параметры гипер параметры мы искали благодаря боезовской оптимизации ее отличие от grid search или random search в том то что боезовская оптимизация она растет она выбирает параметры в зависимости от того то что ошибка падает если ошибка падает при таких-то параметрах значит она понимает то что мне надо оптимизировать эту часть и она проваливается в эту часть дальше мы для тестирования наших для наших гипер параметров мы делали кросс валидацию по месяцам и благодаря этому мы уже понимали то что да здесь средняя ошибка у нас довольно таки хорошие мы можем принять эти гипер параметры здесь здесь вообще у нас методология как мы заполняем наши данные это вкратце говорят о фич инжиниринг который больше кинесары вам больше может рассказать здесь давайте вам расскажу про про важность наших признаков здесь вот в топе у нас находится где находится наш объект дальше квадратура такие параметры еще как на каком этаже он находится и так и еще цена соседей очень хороший такой довольно таки параметр ну и мы построили модель и мы уменьшили нашу ошибку на 63 процента так казалось бы все у нас все получилось у нас все классно но не тут то было в том плане то что теперь я вам хочу показать наш data pipeline здесь мы так как построили эту модель у нас часть build plan logging и deploy у нас был этот процесс вручную так как сначала вы перезапускаете вашу модель она переобучается вы логируете смотрите ошибку если она приемлема вы вручную заменяйте все эти модели что довольно таки это вот вот смотрите первый город на один город мы использовали около 35 моделей здесь могут быть это разные модели энкодеры декодеры разные про процессинг модели модели обучения модели викторизаторы наши все 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 в сумме на один город у нас ухо 35 модели а теперь представьте на 14 городов сколько у нас выходят модели это в целом 490 модели что можете сами наблюдать у нас очень много процессов вручную теперь нам приходится все это делать еще у нас была вторая сложность в том плане то что вот вы можете наблюдать этот график где красным отмечена это у нас ошибка крыша индекс синим это у нас первое обучение нашего мл решения где она довольно таки у нас примерно в два раза ниже но вы можете наблюдать то что она со временем уже начинает расти где красными точками отмечена . где мы уже переобучили нашу модель мы переобучили но со временем она опять начинает расти мы переобучили и смотрим то что она уже так более-менее тренд у не очень низкий но у нее тенденция все же опять россии мы выявили благодаря нашим аналитикам ряд причин почему наша модель а ухудшается первое это цены у нас постоянно меняются в казахстане но модель об этом не знает так как она обучилась на старых данных второе это изменение спроса предложения третье это может быть колебания курсов валют нефти золото все что угодно то что может повлиять на платежеспособность людей четвертое это строительство новых жека что допустим в этом районе никогда не было жека мы построили и благодаря этому мы повысили цену всех этих квартир благодаря престижности пятое это смена сезонов как вы знаете в осени в летний осенний осенний период у нас продается больше квартир чем зимние весенний ну и 6 это у нас могут быть 6 самое главное мне кажется это у нас запуск жилищных программ такие как досрочное снятие для улучшения жилища жилищного услуги условия но и 6 но и 7 наш параметр мне кажется это наша пандемия коронавирус который повлиял на отложенный спрос и вы можете наблюдать то что каждый раз такое вот большое количество переобучений она может быть доходить вообще до бесконечности и мы теперь будем сталкиваться с такими проблемами как обучение каждого города отдельно устаревание модели сами по себе уже устаревают необходимость частого до обучения выходит очень много ручной работы что это приходится мл инженера или там софтвер инженера каждый раз дергать чтобы он запускал этот процесс и что довольно таки очень не совсем хорошо для текущих задач и теперь мы пришли к такому решению как автодообучение которое более подробно может рассказать вам кинесара кинесара итак да продолжим про автодообучение то есть это наше решение всех как проблем как говорили наши менеджера да давайте делаем чтобы все работал само ну мы как исполнители должны это сделать и вот решили все таки все это автомизирует да то есть возвращаясь к нашей схеме вы можете посмотреть то что как говорил доняр у нас был план диплой логинг они происходят вручную и нам надо все оптимизировать потому что но это очень много ресурс на ресурса емко по отношению к труду нашим да и мы в итоге все это автоматизировали и наш пайплайн по идее не поменялся он такой же только поменялись детали реализации то есть был план логирован диплой они все автоматически и мы решили запускать все города здесь все города параллельно так ну наша вот архитура то есть всего этого автодообучения как он работает наш flow данных flow моделей то есть как можете увидеть то что здесь то что самое приметное это то что у нас air flow здесь уже использован как оркестратор и ну и наверно cf где у нас находятся модели которые используют микросервис я потом детально расскажу где и когда каждый из этих вещей используется да вы можете просто посмотреть сейчас на слайд запомните даже ну мы используем для оркестрации air flow что такое вообще его софтвер инженеры называют кроном на стероидах как это странно это реально очень сильный крон то есть он это инструмент для оркестрации процессов масштабируемым прострачный там чистый питон очень легко все это делается то есть мы все можно так быстро настроить и очень всегда можно видеть чем проблема гуля кстати говорила про это вы можете посмотреть доклад гуле и начата и хлопа поподробнее то есть ну планирование билда что мы делали тут автоматически то есть мы тут задавали время когда у нас будет начинаться процесс обучения когда он будет билдиться также мы собирали пакеты чтобы наш микросервис который как раз таки уже на стороне продавский на стороне юзера чтобы он был готов к обновлению своих моделей то есть чтобы он был готов к обновлению к новому деплою и это все реализовалось с помощью бомбу и 5 через бомбу мы собирали пакеты для диплоя микросервис скачет скачивание данных наши данные как говорил донер это объявки по продаже квартир объявки они находятся в базе данных mongodb но поверх mongodb мы используем эластик search в этом степи мы еще также задаем количество данных период данных за каждый год потому что в больших городах период маленький потому что очень много объявок закрыл за короткое время а маленьких наоборот поэтому здесь мы как раз таки задаем все эти параметры конфигурируем как так бы сказать да ну следующий этап это обработка то есть наш при процессе мы тут занимаемся извлечением данных то есть парсингом заполняем пустые признаки фильтруем и удаляем outlier и кодируем категории исправляем наши к улице с помощью координат мы используем нами на тима и 5 кстати вы можете потом посмотреть и дополняем признаки комбинируем признаки в итоге у нас выходит как раз таки гордоня 101 признаков из-за того и после того как мы их дополняем там разные штуки добавляем вальдация ну что происходит во время валидации то есть мы берем тестовый сет мы натренировали нашу модель мы натренировали нашу модель и берем данный с тестовый данный и прогоняем наши продаваем это уже были микро сервисе и наши обученные модели и по этим и получается делаем решение по результату наших метрик поговорим про наши метрики точно мы используем две метрики это средне абсолютно процентажная ошибка и медиана такой же ошибки тут ворум вы можете видеть форму то есть это просто среднее в абсолюте ничего сложного вообще наши решения принимаются по сравнению результатов обученных и продав модель то есть мы смотрим в основном на среднюю ошибку но если у наших данных есть outlier то есть наша средняя ошибка становится нереально большой или какой-то маленькой то мы смотрим на медианы поскольку они менее зависит от outlier то есть если там их мало то они вообще от них зависит наше логирование наше логирование ну все стороны питонская то есть кодовая она находится стране и ушло там все удобно все прозрачно все можно мониторить но нам нужно записывать наше решение метрики и все это происходит в бикуэре для бикуэре нужно для того чтобы для людей извне так сказать чтобы наши менеджера могли посмотреть из таблиц которые там или дэшбордов который выходит из самого бикуэре это очень тоже хороший инструмент для этого всего да тут пример логов для бикуэрит может ничего не увидеть но смысл тут том что для каждого года мы записываем метрики записываем период данных который мы брали и за диплое лассали модель то есть лучше улучшились ли метрики или нет если они лучше что наши модели за диплоились да вот вот с этих графиков краски то есть 3 точнее таблиц мы строим такие графики дэшборда чтобы наши менеджеры могли увидеть что происходит вообще тут на этих сборов видно то что все все что показано вверх это то есть все бары которые смотрят вверх они то что наши города обновились то есть то что наши города показали улучшение метрик но если некоторые года которые все-таки не улучшились и они получатся не обновлялись да тут также у нас есть еще один другой виду табличный вид этих дэшбордов то здесь можно увидеть по получается по 1 графе то есть по первой колонке у нас за диплоилась модель или нет так ну вот как сам происходит диплой мы используем ну то есть cf чтобы хранить наши модели оттуда красок микросервисах используют и bamboo и то есть это атласим бамбу мы используем его для того чтобы перезапускать наши микросервисы то есть чтобы наши микросервис обновились новыми моделями давайте поговорим немного о бамбу это конвейер непрерывной поставки то есть и инструмент для менеджмента билдов и си и но здесь на картинке скрин с бамбой тут можно посмотреть то что как раз таки третья графа она означает то что диплой может происходить из ней то есть диплой может быть происходить по какой-то инструкции кода не обязательно запускать мануально cf то есть это наше хранилище файлов он очень удобный у него там интерфейс из браузере написанная аксе и очень безопасно сервис самом деле там там мы храним наши модели и оттуда крась микросервис берет наши модели тогда возвращаясь к нашей архитуры то есть по этой архитуре можно увидеть то что ну как я говорил то что мы используем mongodb для данных и ластик серч поверх него припроцессинг тренинг вальдация пост потом происходит логирование потом через бамбу мы деплоем все мы деплоем наш микросервис микросервис пользуется модели и краски юзер вид новый обновленной модели и наши результаты какие же у нас результаты то есть у нас по окончании то есть мы решили нашу проблему как раз таки с ресурсами и с ошибкой у нас 14 городов с полностью авто обновляемыми моделями до обучаемые моделями то есть все автоматически работает ошибка ниже на 5 или 65 процентов от 5 до 65 процентов зависимости от города мы запустили сервис оценки недвижимости он он доступен на android или ios это кстати благодаря нашей продуктовой команде по крыше ребят молодцы да мы запустили flight то есть рекламную акцию в 14 городах большой на самом деле проект на ю тубе кстати есть рекламный ролик вы можете посмотреть его да у нас играть про результаты то есть у нас в день происходит три тысячи четыре тысячи оценок с android приложения с момента запуска уже 200 тысяч раз оценили квартиру у нас очень хорошая обратная связь вот можете увидеть примеры спасибо всем за внимание для вас выступал я кинесары и до этого был донер